Юмористическое, развлекательное, аналитическое. К таким форматам телевизионного шоу мы уже привыкли. Но сотрудники Брестского областного краеведческого музея пошли дальше. Они раздвинули стандартные рамки и предложили телезрителям и гостям студии принять участие в первом Бресте музейном ток-шоу. Проект этот необычный, с формой подачи. Мы впервые попробуем вот такой формат медийности, телевизионные программы. До этого, ну скажем так, такие проекты, ну насколько я знаю, коллег тоже, они открываются в принципе в таком классическом стиле понимания. Ну а мы устроим, скажем так, соревнования между различными предметами, между коллекциями. И потом сами наши зрители смогут выбрать наиболее, с их точки зрения, интересный предмет и назвать его поступлением года. У обывателей складывается впечатление о музейной работе, что это в основном экскурсии, это презентации выставок, но это далеко не все. За кадром остается самое важное, как комплектуются наши коллекции. И, конечно, мы решили знакомить наших людей, чтобы не просто получить очень интересный предмет и заложить его в фонда хранилища. А мы хотели презентовать и показать людям. Ну а в формате диалога, в формате ток-шоу, я думаю, мы детально разберем каждый предмет и наиболее полно, наверное, раскроем его значимость. Современно, увлекательно и познавательно. В ходе прямого эфира в студии прошла презентация трёх уникальных экспонатов, каждый из которых представил эксперт. А это научная реконструкция головного убора замужней женщины конца 19-го – начала 20-го века, фотокадр редкой птицы-орла-змеи-яда с добычей в клюве и фоксимильное издание Брестской Библии 1563-го года. Сделать непростой выбор лучшего из трёх экспонатов предоставили зрителям. В сегодняшнем проекте «Под лупой» я представляю фоксимильное издание Брестской Библии. Редкое и очень ценное издание, фоксимильное воспроизведение самой известной книги, самой первой типографии на территории современной Беларуси. С уникальной точностью воссозданы форматы объёма книги, бумага, все рукописные пометки, все особенности оригинала. По древним технологиям изготовлен цельнокоженный переплёт с деревянными крышками, украшенный тиснением и фурнитурой ручной работы издательского дома «Сегмент». Поэтому это тоже дорогое издание. Голосование в соцсетях шло три дня, и наибольшую популярность завоевала Библия. Однако, опять-таки, по решению большинства, статус поступления года 2020 получили все три предмета. Привлечь внимание аудитории и выйти на интерактивную площадку организаторам удалось, а значит, эксперимент не станет последним.